Омский фестиваль движения Дебютанты почитают за успех, звезды кино с удовольствием едут сюда за отменные фестивальные атмосферы, и даже эксперты международных смотров теперь ставят посещение Омска в свой график с пометкой «Обязательно». Это самое интересное, самое свежее, что есть в кино. И русские фильмы-дебюты за последние лет пять показывают все, что может быть на фестивальном поле, все, что может быть в кинопотографике высказано, от экспериментов с языком до рассказов попыток самоосмысления, до попыток выразиться академическим языком, как учет мастер и так далее. Это очень интересно. За свою недолгую пока историю фестиваль движения сумел прослыть самым прогрессивным российским смотром. Здесь раньше других реагируют на свежие мировые тенденции. В этом году Омск тоже в тренде. На фестивале женское жюри без мужчин и без председателя. Мы с Полиной придумали, разумеется. Ну я езжу по фестивалям, что-то вижу, вижу этот хайп невероятный, связанный с женской темой. И мне показалось, что у нас в стране это как бы не считается большой проблемой. Считается, что все у нас окей с инклюзивностью. Но мы же все-таки знаем, что это не совсем так. А что ты называешь женскую тему инклюзивностью? Инклюзивность – это возможность на равных правах во всех профессиях участвовать. Вот Полина подошла. Здрасте, нам пора начинать. Она самая инклюзивная из всех генеральных менеджеров. Давайте мы потом все расскажем. Все, садитесь, пожалуйста, на свободные места. Начинаем. Где новаторство, там и традиции. Первая фестивальная награда вручается на открытие тому, кто молод, но уже имеет достижения в профессии. Безусловный лауреат этого года – 31-летний продюсер Илья Стюарт, на счету которого запуск нескольких громких дебютов из фильма Кирилла Серебренникова «Ученик и лето». Сила большая. На самом деле для меня это огромный аванс, потому что я, конечно же, только начинаю, и еще все впереди. Но я думаю, это очень в духе фестиваля дебютов. И за это большое спасибо Артему Михалкову, Полине Зуеву и Стасу Тыркину. Вы делаете невероятную вещь просто. Показываете невероятную дерзкость. И я вообще очень горд, что я причастен к этому всему стал. Но, конечно же, любое внимание моей фильмографии ко мне, за это я обязан одному человеку. Это Кирилл Семенович Серебренников. Это большой режиссер, такой учитель. Это прежде всего мой друг. Мы по-моему очень соскучились, Кирилл Семенович. Еще одна традиция – торжественная речь от городских властей. В рамках фестиваля за последние пять лет было показано 226 фильмов. И их смогли посмотреть более 40 тысяч амичей, гостей нашего города. А сам фестиваль стал уже визитной карточкой города Омска. Фестиваль открывается спектаклем о первой любви и о том, почему она быстро проходит. На сцене актер МХТ Денис Бургазлиев, актриса Гоголь-центра Мария Селезнева и актер Умского драм-театра Олег Теплоухов. Первая любовь хоть и проходит, но все равно запоминается на всю жизнь. Какое ощущение дебютанта перед первым выходом на сцену? Дебютант открытия Михаил Идов. Известный писатель, сценарист, написавший фильмы «Духлес» и «Лето». Сериал «Оптимисты» в этот вечер показывает свой первый режиссерский фильм и юморист. Я дебютант и есть, потому что это все-таки, на самом деле, честно, это то, к чему я шел очень странным окольным путем. Вот я наконец дебютант в тем, что, надеюсь, моя последняя профессия. Нет, это больше двух лет работы, конечно же, и сам помнишь там каждый кадр и так далее. Теперь, конечно, немножко офигеваешь от того, что теперь это нужно показать людям. Вот что эта штука, оказывается, существует на самом деле, что она как бы не у тебя в голове, это не такая поделочка, которую ты с друзьями делал. Но просто огромное спасибо, разумеется, фестивалю за вот этот шанс. А то, что это не просто конкурс, а фильм-открытие, это я читаю авансом, который очень надеюсь в качестве этого фильма отработать. Фильм рассказывает историю профессионального юмориста Бориса Аркадьева. Он звезда советской эстрады, мотается по гастролям, его любят начальства, у него прекрасная семья и все вроде бы отлично, но чем-то Аркадьев неудовлетворен. И однажды эта неудовлетворенность вырвется наружу. Завершает вечер открытия Мария Селезнева со своей группы «Графоманикс». Это тоже традиция. Днем хорошее кино, вечером хорошая музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Движение «День второй». Он начинается с деловой программы. Круглый стол. Существует ли в российском кино сценарный кризис? Разговоры за столом не менее увлекательный жанр, чем комедийный триллер. Профессиональная дискуссия – это всегда страсть и юмор. Но суть ее – проговаривание болезненных для профессионалов тем. Можно повторять, но я повторю про запрет на то, что у нас никакие герои не курят, никакие герои не пьют, никакие герои не используют табуированную лексику. А иногда это художественный прием, который нужен на самом деле. Более того, герои не используют слово «попа», «жопа» и так далее. Нельзя сказать, что я была адептом, певцом просто этих слов, но иногда они необходимы. То есть телевидение эфирное диктует по большей части стерильных героев, которым не свойствуют никакие пороки и которые не обладают никакими слабостями. Есть ряд ограничений на тему, есть ограничения на разговор о политике, есть ограничения на разговор о религии, достаточно жесткие. То есть, ну что греха таить, есть темы, которые не приветствуются. Это то, что касается телевидения. Дальше. В том, что касается кино, конечно же, я ограничена, потому что там вступает другой механизм – это деньги. У меня есть знакомые продюсеры, которые стараются работать на территории кино, которое должно принести деньги. И сразу, когда в сценарии появляется сколько-нибудь серьезной истории, сразу говорится «нет» и приводятся референсы зарубежных или наших фильмов, которые собрали деньги в прокате и которые я никогда в жизни не стала бы смотреть. То есть начинаю смотреть, выключаю, мне тоскливо, мне скучно, соответственно, бесчестно это писать. И вторая категория, когда ты хочешь сделать хорошее кино с твоей точки зрения, рассказать историю, которую бы смотрела бы я, мои знакомые, мои друзья, которые им интересны. Следующий начинается тупик, мы подаемся на Минкульт, мы получим 30 миллионов рублей. Соответственно, начинается ограничение, аскеза по истории. Герои должны в трех интерьерах, четыре артиста, разыгрывать какую-то историю. Такую историю написать сложно. Дальше я сталкиваюсь со своим собственным личностным кризисом. То есть если я придумаю такую историю, которую за 30 миллионов рублей можно воплотить достойно, я считаю, что мне повезет. Но это уже сложно. С людям надо больше разговаривать. Я не всегда думаю, что это должно быть как-то в формате кризисной терапии. То есть, например, у нас часто вообще звучит слово «кризис» по отношению там и к сценариям, и к режиссуре, и к кастингу, и к продакшену, и к чему угодно. Мне кажется, это не всегда связано со словом «кризис». Это просто связано с нашим процессом. Вот у нас сегодня он такой. И он как-то, ну, может быть, медленнее развивается, чем кому-то хотелось бы, но все развивается. То есть есть поступательное движение, и, мне кажется, есть у нас какое-то молодое поколение, неожиданное, которое, в общем, по-другому чуть-чуть уже мыслит. Следом открывается программа документальных дебютов «Движение жизни». Первая в конкурсе – Анастасия Голуб. Ее фильм «Избранники. Диалог молодых и дерзких актеров с мэтром кино о жизни, профессии, славе, любви, миссии искусства, предназначении человека и идеалах времени». Безумное волнение. Вижу людей, которых я только наблюдала с точки зрения вот какого-то, со стороны они внутри, с точки зрения, что ты участник, и неудобно что-то вообще обсуждать, мне кажется, называю какое-то ощущение. Спросите к нему, ну что, как, чего. Кто-то в жюри. Уж боишься подойти или там с утра на завтрак кого-то поприветствовать, думаешь, как это, нельзя оказывать давление. Так что я себя уже держу как могу. Вы волнуетесь, приятно? Я очень волнуюсь. Я бы с удовольствием не волновалась, но я волнуюсь. Может, показали, что можно отпускать? Я тоже думала, что меня отпустят. А оказалось, что меня схватило еще больше. Я даже ни с чем, знаете, не могу никак сравнить. Я думаю, ну надо же уже столько всего другого. В общем, сделала, казалось бы, какие-то там безумные волнения я уже испытывала. А оказалось, что нет. Ну, прекрасно. Наверное, так вот это удивление от собственного ощущения, что ты участник в первый раз в фестивале, что такая серьезная конкурсная программа. Так что я нервничаю. В жюри документального конкурса режиссер Павел Бардин, журналисты-просветительцу Вильдитко, актеры Анна Слю и Владимир Мишуков. Скорее всего, завидую. Я завидую. Я понимаю, что кино это делается вопреки той самой вялотекущей жизни, в которой мы пребываем. И всякий дебют – это есть прорыв во времени и в пространстве, я считаю. То, что человек вдруг преодолевает свое привычное и выходит за рамки этой жизни. И он приступает на территорию сна и мечты. И то, что он это осуществляет, тем или иным образом это делает, это привыкнет на некоторый образу в зависть. То есть, я думаю, здорово. Человек преодолел эту повседневность и вышел на другой уровень. Пятый в документальном жюри Георгий Молодцов, специалист по VR, провел в Омске лекцию по VR-технологиям и их использовании в современном мире. Движение «Школа» – уже полюбившееся направление фестиваля, которое очень заинтересовало зрителей Омска. Виртуальная реальность – это очень всем объявляющий термин. И нечасто он связан напрямую с кино. Но я стараюсь показывать не только в регионах, но и в принципе всему миру того, что возможности виртуальной реальности имеют применение и в кино. И очень важно, что на данном этапе развития технологии не так важно. И разница между тем, что знают люди, скажем так, в Москве или в регионах, она очень небольшая. Важно доносить людям информацию, важно показать всю политику инструментов. И тогда, получается, у людей появляется интерес узнать что-то новое, попробовать что-то новое. И в конечном итоге это и приводит к развитию технологии не только в Москве, не только в центре, но и в регионах. Основной конкурс «Движение вперед» продолжается дебютом Андрея Корешкова «Место». Корешков – опытный фестивальщик, постановщик множества фестивальных церемоний. К своему дебюту в режиссуре шел более десяти лет. Снял его на личные деньги с друзьями, которые согласились работать бесплатно. Получилась отменная трагикомедия про наркоманов из Чертанова, которые разговаривают высоким штилем, философствуя о месте жизни и смысле дозы. Я сценарий писал, когда жил в спальном районе с жизнью нормального пацана из Кузьминок. И, в общем, там очень много реальной ситуации, которые сведены просто вместе так, чтобы получилась из этого какая-то история. А заканчивал писать сценарий, когда уже не жил в жизни нормального пацана из Кузьминок и понимал, что, конечно, это такое все. Ну, то есть это настолько же придуманная вещь, насколько придуманные вещи в каких-то других общностях, кинообщностях, там еще каких-то общностях. Это когда люди очень серьезно относятся к тому, что делают, и, ну, как-то возводят это в идеал, что только так может быть. Поэтому как-то, поэтому это про то получилось, что как бы, ну, вообще не про то, с чего начиналось. Потому что начиналось про то, что как бы пацаны на районе самые ровные и как бы честнее всех относятся ко всему, что происходит. И такие они как бы циничные, но это самое нормальное отношение. А закончилось вообще не поэт, что как бы на самом деле все совсем не так. Первые две новеллы я написал, когда мне было 20, а последнюю новеллу, когда мне было 30. Сага? Сага, да, сага. Звездные войны практически. После фильма в зале гранат овации от Долго-Кедна, в Санкт-Петербурге, там заметно нервничают. Сулейман Гора, похоже, самый ожидаемый дебют движения. Драма о женских судьбах в Киргизии. Две женщины сражаются за обладание одним мужчиной. Одна манипулирует ребенком, другая беременностью. Одна выражит на священной Сулейман Горе, другая красит губы поярче. И пока они пытаются изжить друг друга, вызволенный из детдома мальчик просит у Сулейман Горы счастья для своей непростой семьи. Фильм приехал в Омск с уже целой коллекцией международных наград. На сцене продюсер Елена Яцора. В 2000-х именно она запускала дебюты Федора Бондарчука, Алексея Германа, Филиппа Янковского и десятка других режиссеров. Этот насыщенный эмоциональный день завершается в модном омском кафе, не помню как называется, концертном группе, не помню как называется. Такие вечеравки на среде издавна называются «Прок» – профессиональный клуб кинематографистов. Кто-то обсуждает просмотренное за день, кто-то танцует, кто-то уже придумывает новый проект. Мне здесь очень нравится, ну мне вообще нравится, мне вообще, мне вообще нравится идея с тем, что у дебютов должен быть свой фестиваль отдельный, такой как официальный. И это такая некая позиция, что мы поддерживаем дебюты. Это очень здорово, потому что все в одной ситуации находятся, все находятся в ситуации дебютантов. Это может быть в разных совершенно качествах, и какие-то там матерые профессионалы вдруг оказываются дебютантами в каком-то новом качестве. Ну да, но я, конечно, не ездила с фильмами движения, но неважно. То есть это энергия, вот какая-то, получается, очень живая. А там всегда есть живая энергия, там всегда есть творчество и возможность развития, возможность диалога, возможность поиска новой формы. То, что все равно очень важно. Движение день третий. На раннем сеансе весь фестиваль собирается в зале. Показывают движение начала. Никто не пропускает короткометражки. Во-первых, программа короткая. Во-вторых, веселая. В-третьих, это идеальная возможность разглядеть нового гения. Мне очень нравится конкурс, всегда мне нравится, и нравится движение начала, потому что как-то вот очень сложно всегда автору за там короткое промежуток времени рассказать историю. И вот эти маленькие фильмы, мне понравилась вот последняя сегодня, короткометражка сделают. Вот, мне очень понравилась. То есть она супер. То есть я как-то не знаю, я просто человек с юмором, и вот эта легкость, с которым она сделана, это вот, мне это она близко. Последняя история – это гармония, с которой в режиссуре дебютирует актер «Болгольцентра» Евгений Сенгаджиев. Семиминутная комедия про то, как парень готовится к международному чемпионату по игре на воображаемую гитаре. И про то, как иногда окружающие говорят, что то, что ты делаешь, вообще не существует. Сенгаджиев посвящает свой дебют Кириллу Серебренникову. У вас порад была реакция? Да, то, что случилось это здесь, мне это важно. Потому что, да, здесь мои друзья и какие-то знакомые, близкие, родные люди, с которыми мне приятно иметь дело. И мне кажется, я выбрал лучших проводников в свой, как бы, режиссерский путь. И я прям очень сильно благодарен фраз, Полине, Артему, за то, что это произошло со мной, не без их участия. А, как бы, ну, в таком формате. В программе «Движение начало» семь фильмов, комедии, трагикомедии, драм, трилеров. Видно, что начинающие режиссеры не циклятся на себе, а смотрят на мир широко, но пропускают через себя. Выбор победителя тут задача непростая. А съемка уже, так понимаю, идет, да? Да, ладно, нет. А снег идет, да. В жюри «Кореткого метра» вошли актеры Юлия Александрова и Алексей Макаров, продюсеры Екатерина Кононенко и Сергей Яхонтов, председатель жюри, режиссер Петр Буслов. Опыт невероятный, значит, отличное время здесь провели. И, значит, я посмотрел, ну, и другие тоже в составе жюри, я посмотрел очень много ярких работ. Программа крутая, работы все интересные, значит, сложные. И, то есть, есть ребята, для которых это учебные работы, и есть, которые уже режиссеры, которые уже что-то сделали, полнометражные картины. И уровень у всех образовательный разный, но уровень, как картины, все, как коментрашки хорошего уровня. Алексей Макаров приехал в Омск не только сидит в короткий метр. В Омске у него родной дом и родные люди. Пробабка здесь, мамина мама Ольга Пантеле на Полищук здесь, Любовь Григорьевна Полищук отсюда, я отсюда. Буквально вчера и позавчера я с бабушкой здесь вспоминал здесь. Тем не менее, Алексей Макаров старается не пропускать театры. Даже матерам артистов не нужно держать ухо востров. Молодые, ну, не умеет дать по голове, кажется, как-то начать с другого ракурса немножко смотреть и на профессии, и на методы коммуникации со зрителями. Я внимательно присмотрюсь к интерьерным сценариевам. Если я понимаю, что это реально талант, и это потенки, и эти вещи высыхают, я буду сниматься бесплатно, где-то там, где-то даже на все-таки. Когда-то из ГИКа «Я ваш», если что-то реально интересное такое, я всегда готов вам помочь, и это будет бесплатно. Один из самых вовлеченных в программу участников – актер Владимир Мишуков, член жюри конкурса «Движение и жизнь». Как только он заканчивает просмотры блока, сразу идет изучать, что происходит в кино игровом. На другой уровень выходит и фестиваль «Движение». В основном конкурсе игровых картин – документальная работа одиозного режиссера Алены Полуниной «Своя республика». Полунина отправилась на Донбасс снимать бытовую хронику «Павильон на Восток. Повседневную жизнь мужчин на войне». Перед доской на дрова варят пойманного фазана, стреляют. Цель-то сюжета – история дезертира, который напился и покинул расположение участки. Я, безусловно, была на стороне республик. А увидела я там вещи, которых можно снимать очень много фильмов, писать очень много книг. Опять-таки, это люди, которых не встретишь в обычной жизни. Я не имею в виду даже колоритность, потому что как раз колорита и той эффектности войны, которую мы видим в фильмах, на самом деле война другая. Она другая и выглядит иначе, и много каких-то вещей, которые опускаются. И герои, и другого рода иногда бывают и так далее. Сопереживающая идея Новороссии Полунина отправилась на Донбасс. Одна ее оружие и ее защита – только камера. Я приехала. В этом монтаже, ну, окружение прекрасных головорезов, да, начинаются обстрелы. И я чудесно себя чувствовала. Ну, как, они мне давали броник или каску. Ну, то есть, точнее, и броник, и каску. Это было очень важное условие. Мне очень нравилось носить броник, но очень не нравилось носить каску. Но я ее все время пыталась снять, но так как они не хотели, чтобы гражданское лицо пострадало, то в этом смысле было очень много забавных историй. Меня на этом ловили и говорили, что ты больше не приедешь на передок, если ты будешь здесь шляться без каски. Вечером в уютном полском клубе «Берлиман» группа «Джаз Бен». Когда возвращаешься с войны, пусть даже войны на экране ничто не успокаивает лучше хорошего джаза. Мне кажется, это отличный фестиваль. Я здесь второй раз. Был год три, по-моему, назад. Председатель жюри «Короткого метра». Мне кажется, очень правильной идеей в концентрированном виде вывести некоторое количество молодых и средних лет комитографистов в отдельное место и заставить концентрированно питаться кино. Вот. В таких сверхдозах. Мне кажется, это очень здорово. Движение «День четвертый» – конкурс сериалов «Движение навстречу». Новое фестивальное состязание, судьями в котором выступают зрители. На конкурс представлено шесть работ, снятых ведущими кинорежиссерами страны. В конкурсе Борис Хлебников, Роман Трегунов, Максим Сверхников, Катя Шагалова, Резоги Генешвили, Ангелина Никонова. Что показательно, все до единого сериала сняты про здесь и сейчас. Все затрагивают острые социальные темы. Ангелина Никонова – про самое жесткое и больное подростковые самоубийства, ответственность за которые возложена на темный интернет и группировку «Синий кит». Совместно с фондом «Твоя территория», который занимается этой проблемой, Никонова пытается докопаться до истинных причин страшного явления. Я понимала, что это очень тонкий лед, что с одной стороны нужно привлечь внимание к теме, а с другой стороны не дай бог не промоутировать ее, не романтизировать ее, не гламуризировать ее, не сделать ее популярной, не заслужить всем медвежью услугу. И действительно, организаторы фонда «Твоя территория», ознакомившись со сценарием, указали на несколько мест, которые мы поправили. И также предупредили о том, чтобы мы не визуализировали некоторые из сцен, некоторые из… Например, какие прыжок с крючей? Да. Потому что все эти фрагменты потом монтируются манипуляторами, и, да, под такой вот НЛПшным методом, так как бы зомбируются и ведутся подростки к выходу из крючей. Героиня сериала «257 причин, чтобы жить наоборот» возвращается с того света. Она победила рак, но, вернувшись в привычную жизнь, обнаружила, что там ее никто не ждет. И Женя начинает искать причины, причины, чтобы жить. Именно этот сериал и станет одним из победителей фестиваля. А в паре с ним новый проект Романа Прогунова «Мертвое озеро». Холодный нуар про мрачного следователя, который приезжает в еще более мрачный северный город расследовать странные ритуальные убийства. И еще один бриллиант программы – уже телевизионный хит «Обычная женщина» Бориса Хлебникова. Главной роли Анна Михалкова. Ее жизнь полна забот. Дочь подросток, дочь ребенок, сложная третья беременность. Она заботливая мать и примерная жена. Но есть у нее и другая, не совсем обычная жизнь. Она зарабатывает сутенерством. И все идет неплохо, пока она не находит труп одной из своих подопечных. Сериалы в этом году, которые были с Полиной Максимовой, мне очень понравился сериал. То есть она так выросла, как бы вот по всем ее другим фильмам «Девчата», там сериалы, да, там другие фильмы. Она у меня снимала «Систовка на любовь». И тут она прямо выросла. Вот в профессиональном плане она… это очень сильно. Ну, как бы, Борис Хлебников с Аней. Такая неожиданная роль. Мне как-то, вот, я всегда, Аню, как бы, всегда, в принципе, в таких ролях она очень частая. И всегда она такая и доверительная, и жена, и мама. И тут как-то хрихренакс там, и все меняется. Фестиваль «Движение» первым придумал показывать сериалы на большом экране, приравняв их к большому кинематографу. Программный директор Стостыркин рассказывает, что идея сериального конкурса пришла от самих производителей, которым интересно соревноваться друг с другом. Но самый мощный сериал сезона «Движению» предложил сам режиссер Жора Крыжовников. «Звоните, Ди Каприо» – история успешного актера Егора Румянцева, который однажды узнал, что у него ВИЧ, и его брата Льва, которому предложили заменить Егора в популярном сериале. А вокруг многофигурная композиция из друзей, коллег, родственников и знакомых разыгрывают трагедию уровня античной от бездни человеческого ада. После просмотра «Ди Каприо» актриса в слезах, зрители в шоке, жюри в обмороке. Вопрос не столько в том, как сравнивать сериал Крыжовникова с вчерашним скромным дебютом «Наримана и его братья» или любым другим фильмом программы, сколько в том, как вообще теперь жить с этим «Ди Каприо». Конечно, мы доводим до экстрима, я согласен. Но, понимаешь, а кому понравилось, если бы, если гипотетически, у нас было бы 7 фильмов «Сулейман Гора». Все на киргизском или на таджикском, или, понимаешь, такой фестивалистый, абсолютно арт-хаус, и, ну, все же тоже бы умерли. Сказали, однообразная, скучная программа, понимаешь, тут хотя бы люди каждый раз дергаются, как на шарнирах, и неизвестно, что им уколят. Я вот за такое все-таки. А под финал дня горячие кубинцы «Хот» Гаванна Окестра. Латиноамериканские мелодии выманят на танцпол любого. Движение «День пятый». Последние фестивальные сеансы. Вертолеты. Масштабный док о путешествии олигархов вокруг света на вертолетах. Проект, который начинался как заказной и корпоративный, а стал авторской работой режиссера Дмитрия Кубасова. На закрытии именно вертолеты назовут лучшим документальным фильмом фестиваля. В коротком метре приз за искренность и трепетное отношение к затронутой теме получит Динара Друкарова запронзительный фильм «Веточка моя тоненькая». Спецупоминание жюри удостоилась «Гармония» Евгения Сангаджиева. А лучшей короткометражкой стал режиссерский дебют Яны Гладких. Яна – это Аня, наоборот, о любовном треугольнике нелепых, но трогательных 40-летних людей. Я снимала то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, про что мне хочется рассказать, то, что, мне кажется, многие как-то проходят, и, не знаю, что-то, с чем я себя сопрягаю. Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Перезад Эрман Бетовой. Из фильма «Сулейман Гора» о лучшем актере стал Алексей Агранович, сыгравший главную роль в юмористе. Ну как, ну доволен, естественно, это такая, как бы, штука, о которой, можно, все равно мечтаешь, когда, так сказать, в какой-то момент получить приз за лучшую роль, ну, к этому надо относиться с юмором, это точно. Приз за яркий актерский ансамбль и лучшую операторскую работу достался фильму Андрея Корешкова «Место», а награда с формулировкой за блистательный актерский тандем и приз за сценарий получил сериал «Звоните Ди Каприо». Просто этот проект делал столько талантливых людей, под руководством просто космически талантливого человека, который всех людей собрал с огромной любовью, с огромным уважением, с трепетом. Спасибо им, спасибо всем, потому что это действительно такая коллективная работа под руководством, конечно, Жоры, и за что, ну, с ним вообще работать, это какое-то актерское просто счастье, и меня все поддерживают артисты, поэтому вот круто, что с Аней, с Андрюхой, я так держу, как это зафиксировалось, вот, и очень рада за Андрея, за Сашу, которых отметили, вот, я бы всем, конечно, да, наши бы призы бы раздала сейчас, ну, зритель свои призы раздаст, я в этом уверена. Главный приз шестого фестиваля движения достался фильму «Сулейман Гара» режиссера Елизаветы Стишовой. Я прям очень рада, потому что, ну, потому что это действительно, как я и сказала, существенно нравится своим, все-таки. Ну, существенно нравится миру делать, иметь новые возможности привлекать деньги, говорить, а вот мы получили 150 призов только что, дайте нам, пожалуйста, давайте мы с вами посотрудничаем, это все понятная история, вот, но есть какая-то человеческая составляющая, и я буду счастлива. Фильмом «Закрытие» стала мелодрама Кирилла Плетнева «Без меня». Огромной наградой фильму стали слезы омских зрительниц. История о том, как пережить потерь любимого человека, пронзила их в самое сердце. За пять дней на фестивале показали 35 фильмов и сериалов и провели несколько мастер-классов и круглых столов, которые вызвали очевидный интерес у жителей Омска. За шесть лет своей работы фестиваль движения доказал, что умеет удивлять, что умеет быть своим и что город в нем нуждается. В Омске вообще больше не происходит ничего в течение года. Мы единственное такого рода большое мероприятие. Поэтому, конечно, зрители ждали и билеты разлетелись за один день во всех кассах, всех площадок. Судите сами. Конечно, нас ждут, очень все сетовали на то, что мы переехали с апреля, но мы хотя бы не уехали вообще в никуда. Мне кажется, для региона, для Омска, все-таки это важное культурное мероприятие, которое должно здесь быть. Потому что шесть лет большого труда, честно. И что важно, нам всем, кто занимается на фестивале, абсолютно не безразлично, какие фильмы, что происходит. Это не то, что сделали фестиваль и побежали куда-то. Нет. Всегда вот эти детали, они очень важны. И все переживают за фильмы. Полина идет за все, за всех и за каждого. И мне кажется, что если его здесь не станет, то как-то регион и город он опустеет.